Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 22 сентября, продолжаем дегустацию плодов. Вот то же самое изобилие у нас осталось, только сменился главный герой. Теперь у нас в центре номер 696 Сызранская пипочка. Я не так давно делала вам обзор этого. Сливки Бендрика желтые и красные. И говорила, что он идеальный для хранения, для консервирования. И вот у меня такое подозрение, что Сызранская пипочка это тоже из этой же компании, ихняя сестренка или ихняя подружка. Потому что примерно характеристики плодов такие же. И характеристики самого растения. Это тоже индотерминатный солдар. Он может вырасти до 2 метров в высоту. Помидоры можно выращивать и в теплице, и в открытом грунте. Он относится вообще к крайне спелым. Но у меня он был высажен в последнюю очередь, когда уже все посадки закончились. И по номеру вы видите 696. В самом-самом-самом хвосте. В последние десятки томатов я его все-таки высадила. Я не знала до конца, то ли хватит ей места пипочки, то ли нет. Места хватило и я не пожалела. Во-первых, очаровательные вот эти плоды, красивые. Но сначала расскажу предысторию. Если про предыдущие, вот про огромную сливу, про талакалулу, про реликвию от монахов, про паскаль из Пикардии, про эти новинки я говорила, что они все коллекционные, зарубежные, то Сызранская пипочка у нас местная, то есть российская. Но с ней тоже не все так просто. Этот сорт в интернете написано, когда-то лет 30 назад, в 90-х годах, был выведен, был очень популярен среди огородников. И его сейчас многие еще выращивают. Те, кто любит вот такие старинные русские сорта, еще с советских времен, вот он тянется. Но в магазине я его ни разу не видела. Может быть, где-то продается. Но чаще всего люди распространяют между собой или у частных коллекционеров. И изначально он выводился, как бы выводился, хотели вывести такой сорт. Но это я всю информацию, конечно, взяла из интернета. Он у меня первый год. И я прочитала, что он выводился для выращивания вот в сложных таких условиях, в Поволжье, там, где бывают засухи, где практически нет вот черноземов, нет плодородной земли. И в таких условиях, ну, когда и грунт плохой, и условия плохие, не всякий там отворостает. И вот они выводили именно такой сорт. И велась очень длительная работа перед тем, как появилась Сызранская пипочка. По заявлениям специалистов, вот эта Сызранская пипочка не боится засухи. Она дает, имеет очень продолжительное плодоношение вот до первых заморозков. Ну, вы видите, сейчас у нас конец сентября, прекрасные, красивейшие плоды. Но, правда, у меня она была в теплице, потому что я высаживала первый год. И для сохранности сорта я обязательно выращиваю в теплице, чтобы не выбил град, ничего. Ну, так же, как сливка бендрика, кисточками, кисточками в кисточке по несколько томатиков, 5-6. Так, что еще про нее я узнала? Обязательно подвязка, раз она индетерминантная, обязательно подвязка, обязательно формирование плода. Но здесь формировать не обязательно в один ствол, раз томаты мелкие, и мы не боимся измельчения. Я вот оставляла два ствола, и были такие кисточки на одном стволе и на другом. Он такой розовый, ну, в интернете написано, кое-где розово-красный, но все-таки я склоняюсь, что это розовый, потому что красный это вот. Я всегда сравниваю с красным классическим. Красный выглядит вот так, а это все-таки розовый. Вот эта розовая пипочка, она очень такая симпатичная, вот с этим, с таким, с очаровательным носиком. Ясно, что такой размер и такая форма плода, она идеально подходит для цельноплодного консервирования. 100, 120, 130 грамм. Все они прекрасно проходят в эту, ну, в горлышко от банки. И еще хочу сказать, что хоть он у меня был только пробный вот вариант, но я все равно заметила, что кистей много, и что на этих кисточках плодов-то много. И он заявлен как высокоурожайный. Я не могу, вот некоторые говорят, вы должны еще говорить о урожайности томата. Как я могу сказать о урожайности томата по одному году? Во-первых, я их никогда не завешиваю. Мне очень сложно, вот у меня ночью около 700 сортов, это с каждого томата завешивать, это мне лишние проблемы, мне это не нужно. И еще хочу сказать, урожайность зависит от условий выращивания ваших, и урожайность очень сильно зависит от погоды в данное конкретное лето. Вот в этом году у нас все томаты были урожайные, все дали много урожая, но когда лето холодное, дождливое, вы сами знаете, что происходит, урожайность падает резко, и выход томатов совсем другой. Так что урожайность не называю, и я считаю, даже та урожайность, которую называет производитель, на нее не нужно ориентироваться, она у каждого будет своя, но вот этот сорт урожайный, кисти такие богатые, все. И вот его и ценят-то именно за высокую урожайность, все пишут, я не могу об этом судить, потому что первый год, но все огородники пишут, что урожайность высокая, что он весь обвешан, высокие вкусовые качества, я сейчас попробую, но я все-таки склоняюсь, что люди, скорее всего, такой сорт выращивают для консервирования и для хранения, потому что для использования в салатах есть другие сорта, более крупные, более мясистые, так. Ну, опять то же самое, но... Я уже сразу вижу, да, вкус неплохой, вкус такой сладковатый, даже кислинки почти нет, но вот эта шкурка, которая хрустит, она сразу дает... Сейчас пруживу расскажу. Ну, вот эта шкурка сразу дает о себе знать и говорит, что этот томат именно будет из-за этой плотной шкурочки, он будет хорошо храниться, он будет держать форму прекрасно в консервации, а если вы будете кушать в свежем виде, шкурка почти не жующаяся, очень плотная, видите, она остается, мякоть проглатывается, а шкурка остается, а хочется ее выплюнуть. Я, как говорила про ниагару, то же самое скажу и про это. У всех у нас разные вкусы, но я вот такие томаты не люблю кушать в свежем виде, не люблю кушать в салатах, потому что эту шкурку приходится прилагать огромные усилия, чтобы ее или прожевать, или ее во рту отсортировать, выплюнуть. Если мы хотим сделать салат, вот, например, я, конечно, я выберу вот такой, как слива огромная, или как вот, что там еще, а вот эти козулы лишат, вот желтое сердце лежит, а эти у них свои вот такие специфические характеристики, которые помогают им храниться, которые хорошо ведут себя в консервации, эти томатики. Все, вот это сызранская пипочка. Если все подытожить, высокорослый, двухметровый, можно формировать в один и в два ствола, может быть, даже и в три, можно, не знаю, не пробовала, я в два вела. Плоды небольшие, вертятся около 100 грамм, 90, 100, 130, плотная шкурочка, что само по себе обозначает, что он будет хорошо храниться, что будет в консервации хорошо. Ясно, что такие и для запекания, и для вяления, и для всех переработок, но ясно, что можно его пустить и налечь, и можно пустить и на соки. Кто-то, может быть, их и кушает. Я вот такие мелкие томаты для салатов не люблю. Но это личное дело каждого. Я просто рассказала, какие у него характеристики, высказала свое мнение. У кого-то, может быть, это любимый сорт, он кроме пипочек ничего не ест. Все, это 696. Сызранская пипочка. Красотулька с носиком.